Добрый день, коллеги! Я не онколог, я эндокринолог, представляю кафедру эндокринологии РУДН и ее клиническую базу, известную как клиника профессора Каленченко. И, например, мы, сотрудники кафедры эндокринологии, сотрудники клиники, когда выезжаем куда-то на солнце, мы не берем с собой солнцезащитные кремы. Почему? Ну, на этот счет у нас есть, в общем-то, свои соображения. Какие? Ну, что считаем мы? Что ни химические, ни физические какие-то солнцезащитные средства, в общем-то, от повреждающего воздействия солнечной радиации глобально не защитят. Они создают некую ложную иллюзию безопасности, но, в общем-то, от основного, того, чего мы боимся, не защищают. Ну, химические средства. Что они делают? Они некую защиту создают, ультрафиолет не пропускают, но происходит так называемая фотореакция в коже, сопровождающаяся, в общем-то, достаточно серьезными повреждениями. Это повреждения ДНК, метахондриальные дисфункции, окислительный стресс. Ну, а физические средства, ну, использовать их в объеме достаточном, чтобы обеспечить полноценную защиту невозможно. И даже тут вы видели картинки, как не пытайся одеться, но все равно что-то, в общем-то, наружу будет видно. И самое главное, как бы, на что мы обращаем внимание, солнцезащитные средства, будучи нанесены, увеличивают время экспозиции повреждающего излучения, но при этом они блокируют очень важный механизм. Механизм синтеза витамина Д в нашем организме и, в частности, в кератиноцитах кожи, в кератиноцитах базального слоя и верхних слоях дермы. Что делают солнцезащитные средства? Они блокируют, но недостаточно, ультрафиолетовые лучи типа А, вызывая повреждения, пигментацию, фотостарение, такие процессы. А блокируя лучи ультрафиолетовые типа В, которые как раз важны для синтеза витамина Д, ну, в общем-то, они приводят к блокаде синтеза витамина Д. И, в общем-то, это достаточно серьезная вещь, потому что витамин Д – это крайне важный витамин для нашего организма и, на самом деле, не только для кожи. И если говорить о важности витамина Д для нас, то, в общем-то, это не 5 минут, а гораздо больше. Но, тем не менее, поддержание синтеза механизмов синтеза витамина Д в коже способно увеличить время безопасного пребывания на солнце. И, например, чем уже известен на сегодняшний день, согласно научным работам витамин Д, он как раз способствует поддержанию защитных механизмов в коже, в том числе и защитных механизмов перед развитием каких-либо нежелательных перерождений, скажем так. Уменьшение повреждения ДНК, снижение апоптозы, повышение выжимаемости клеток и уменьшение эритемы. Очень интересно, тоже сейчас показывали коллеги данные, да, что защищались, защищались, защищались от солнца, а программу придумали, слеп, 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 а заболевание с меланомой почему-то все равно увеличилось. И, в общем-то, сегодня есть работа, что у подавляющего большинства больных меланомой, той же самой, зарегистрирован выраженный дефицит витамина Д. Трагичной ситуацией, назвала я ее так, заключается еще и в том, что, в общем-то, витамин Д сам по себе, он синтезируется, синтез его начинается в нашей коже. И субстратом для его синтеза является такое вещество, 7-дигидрохолестерол, количество которого с возрастом, как вы видите, оно склонно снижаться. И мы также видели с вами данные сегодня, а заболеваемость злокачественными образованиями кожи с возрастом увеличивается. Но тоже есть, в общем-то, повод задуматься. Что предлагаем делать мы сегодня, и что делаем мы, и чем мажемся мы, что принимаем мы? Мы предлагаем сегодня, как такой один из ключевых моментов профилактики не только рака кожи, но и онкологических заболеваний в целом. И для поддержания состояния здоровья, такое глобальное понятие в целом, это поддержание нормального уровня витамина Д в коже и внутри. Насыщение кожи провитамином Д. И сегодня есть крема, который содержит как раз провитамин Д, из которого, который, естественно, проникает в кожу, он там депонируется, из которого потом еще так кожа будет синтезировать свой собственный витамин Д. И принимать адекватные дозы витамина Д внутрь. И, например, сегодня работы показывают, что для того, чтобы профилактировать, ну тут даже заявлено, лечить онкологические заболевания, Адекватный уровень витамина Д это 70-100 нанограмм на миллилитр. Но, опять же, работ, подтверждающих необходимость поддержания нормального уровня витамина Д для профилактики самых различных онкологических заболеваний, их сегодня превеликое множество продемонстрировано. И, в общем-то, если кому интересно и если внедриться в эту тему поглубже, то очень можно найти много интересной информации и во всем этом рациональную основу. Мы в своей клинике проводим образовательные мероприятия нашей кафедры, мы проводим обучающие циклы для врачей, к нам приходят все, и онкологи сейчас тоже зачастили. И мы с удовольствием делимся, в общем-то, всеми нашими идеями. Спасибо большое за внимание, и я готова ответить на вопросы. Юлия Александровна, спасибо большое, очень интересный взгляд и очень интересный доклад. Буквально один вопрос, коллеги. Время нет. Есть? Вопросов нет, Юлия Александровна, спасибо. Спасибо большое за вопрос, но частично это так, но не совсем, потому что то, что мы принимаем внутрь, оно как бы используется на нужды организма, но не все, что мы принимаем внутрь, попадает в нашу кожу. То есть коже еще нужен и прием извне. Хорошо, а если пользоваться и солнцезащитным кремом, и употреблять витамин Д внутрь, и крем с витамином Д, может быть тогда будет то? Это лучше, чем иметь дефицит витамина Д и пользоваться солнцезащитным кремом. На самом деле, вот что сегодня происходит страшного, люди в дефиците витамина Д, и почему заболеваемость меланомой, скорее всего, увеличилась, когда стали там те же самые норвежцы выезжать на солнце, но они в Норвегии живут в дефиците витамина Д на самом деле. И не компенсировав его, они выезжают на солнце. Так они рыбий жир там пьют. А рыбий жир, это же не совсем витамин Д, это омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, витамин Д и рыбий жир, это разные вещи. Хотя рыбий жир тоже вещь крайне важная. Вот, и как раз попасть на солнце в дефиците витамина Д и усугубить его, намазав на солнце, солнцезащитный крем, это повысить риски как раз всего нехорошего во много-много раз. Спросите коротко, только коротко. Погромче немножко. Достаточно, а то очень вы объясняете много. Этого достаточно. Формка, ответьте. Ну да, спасибо большое за вопрос. Вопрос был, кто не слышал, о негативных эффектах витамина Д. Но целью приема витамина Д не является создание передозировки. То есть есть критерии дефицита витамина Д. Конечно же нужно сдавать анализы, без анализов назначать витамин Д не имеет смысла. И, кстати, не потому, что мы боимся передозировки, а потому, что в серьезном дефиците просто так пить витамин Д еще не значит нормализовать. Зависит от формы витамина Д. Нужно принимать неактивные формы витамина Д, которые в организме сами переходят в активные. Но там есть много нюансов. Но, в общем, если все делать под элементарным контролем, передозировки не будет. Спасибо, Юрий Александрович, спасибо. Извините, коллеги, мы настолько регламентированы временем. Я думаю, что эта тема настолько интересна, мы ее поднимем на следующих форумах. У нас впереди много будет конференций подобного характера. Спасибо, Юрий Александрович. Переходим к дискуссии следующего порядка о молекулярно-именитическом тестировании, о новой классификации. Первое у нас сообщение будет Ирина Анатольевна Демидова, Москва. Время 15 минут у вас, но если можно поменьше. Я постараюсь, конечно, 15 минут, это немножечко не то время, за время, которое можно рассказать о молекулярной классификации. Но, тем не менее, я постараюсь это сделать. Итак, что мы, собственно говоря, обычно хотим от классификации? С помощью имеющихся у нас знаний, каким-то образом объединив их, получить лучшее понимание опухолей, для того, чтобы каким-то образом подобрать правильное лечение и обеспечить верные терапевтические возможности. На разном этапе жизни, безусловно, объем наших знаний разный, что ведет, конечно, к максимальному усложнению классификации. И если бы мне бы поставили, например, такую тему, верите ли вы в какую-то перспективу детальной классификации меланом, я бы, наверное, сказала нет. Скажу вам честно. Ну, самый такой вот подход для нас очень привычный, так называемый, описательный, когда мы берем определенную форму, да, вот существует кожная меланома, меланома слизистых, акральная и так далее, встречается в таком-то проценте, такое-то количество мутаций. В общем-то, это та информация, которую мы имеем, которая для нас, собственно говоря, наверное, несет минимум информации на настоящий момент. Подход биологический, который сейчас гораздо более принят, который развивается очень быстро, идет от противного, не от места локализации самой меланомы, а от того, чем, собственно говоря, она вызвана. Эта меланома вызвана экзогенными факторами, как правило, это меланома кожи, и меланома, которая вызвана, скажем так, эндогенными факторами. Экзогенные факторы – это, естественно, ультрафиолетовое облучение, которое ведет к так называемой генетической нестабильности, накоплению огромного количества точечных мутаций, появление таких мутаций, как мутация НРАС, БРАФ, хорошо нам известно. Сразу хочу сказать, что НРАС и БРАФ появляются довольно на поздних этапах. На самом деле, огромное количество мутаций, которые мы видим при меланоме, оно появляется гораздо раньше. Те же меланомы, которые связаны с возникновением так называемой геномной нестабильности, это, как правило, акральная меланома, увиальная меланома, первичная меланома центральной нервной системы, связаны совершенно с другими факторами. Это возникновение так называемых структурных вариантов, которые вызваны потерей белков-супрессоров. И здесь уже нет такого количества мутационной нагрузки, течение болезни абсолютно другое, и лечение, которое мы привыкли применять для меланомы кожной, здесь, конечно, совершенно не подходит. Что мы знаем про мутационную нагрузку при разных типах меланомы? Это, мне кажется, уже такое вот место общее. Все знают прекрасно, кожная меланома – это огромное количество мутаций. Но если мы посмотрим, то вот она, кожная меланома. Оно далеко не одинаково при всех видах кожной меланомы. На самом деле, количество этих мутаций действительно огромное, и может достигать 770 миллионов, 770 миллионов на килобазу, в среднем 220 миллионов. Но, тем не менее, встречаются кожные меланомы с совершенно небольшим количеством мутаций. И это важная история. Структурные варианты так называемые, то есть это большие делиции, это транслокации, это амплификация генов, которые более характерны для меланомы, а коральные для меланомы и слизистых, они реже встречаются при кожной меланоме, но, тем не менее, тоже встречаются. Нельзя сказать, что их не бывает вообще. Но больше встречается именно при этих видах меланомы, о которых я говорила. Итак, еще раз про меланому, вызванную экзогенными факторами. Огромное количество точечных мутаций. Большинство замен характерны для так называемого фенотипа, связанного с ультрафиолетом. И надо сказать, что это не относится непосредственно к мутациям бирах НРАС, потому что они являются следствием возникновения вот этого генетической нестабильности. У веальной меланомы, меланома ЦНС, это вообще отдельно существующая опция, которая никаким боком не связана с меланомой кожи. Одной из основных причин генетической нестабильности является потеря гетерозиводности третьей хромосомы, где находится ген опухолевый суппрессор БАП. Практически отсутствует связь с ультрафиолетом в облучении, хотя сейчас есть некоторые данные о том, что, например, люди со светлым цветом глаз, они все-таки подвержены каким-то образом воздействию ультрафиолета и могут тоже иметь нарушения, напоминающие те, которые мы видим у пациентов с кожной меланомой. Как правило, страдают гены G-связывающего протеина, против которых, к сожалению, у нас в настоящий момент противоядия нет. Ну, а теперь давайте посмотрим, все ли так вообще у нас хорошо с кожной той же самой меланомой. В принципе, канцер-геном Атлас выделяет, скажем так, несколько видов кожной меланомы. Это БРАФ-несущая меланома, вот эта группа. Это НРАС-несущая меланома, ННФ-1-несущая меланома. И так называем его трижды негативная. Но, если мы посмотрим, какое количество дополнительных генетических аберраций еще наблюдается у этих групп, мы понимаем, что они далеко не однородны. И если раньше выделялось, предположим, 4 подтипа, сейчас выделяется уже 12 подтипов БРАФ-несущей меланомы. А кральная и меланома слизистая объединены в одну группу в настоящий момент. Сейчас отмечается 7 подтипов по генетическому строению. А меланома ссоциирована с СНС и у ВИАЛЬНОЕ. Меланома – это вообще вещь в себе. Там очень плохо известна этиология, к сожалению, в настоящий момент. Но, тем не менее, тоже существуют различные подтипы. Зачем нам вообще вот эта вся информация, безусловно, для того, чтобы назначать лечение пациенту, чтобы мы могли понимать, кому мы назначим таргетную терапию, кто из этих больных будет отвечать на таргетную терапию, как мы можем назначить новую иммунную терапию, кто из них будет отвечать на эту новую иммунную терапию, можем ли мы комбинировать разные препараты, и можем ли мы применять препараты абсолютно другого типа действия. Хочу немножко коснуться гена BRAF, потому что мы все много о нем уже слышали Это весьма универсальный опухолевый ген, который задействован в огромном количестве опухолей Стоит помнить о том, что бывают мутации не только в зоне В600, но еще в огромном количестве субъединиц этого гена И что мутации эти встречаются не только при меланоме, а при огромном количестве других опухолей Но, как правило, это мутации не В600Е То есть не стоит забывать, что BRAF это достаточно распространенный опухолевый ген И встречается он при самых разных назалубях Для нас же что интересно? Для нас, конечно, в первую очередь интересно, мы имеем BRAF мутированную меланом Мы хотим дать ей таргетную терапию Как мы можем угадать, кто из больных, получающих эту таргетную терапию, будет же долго и счастливо А кто из них спрогрессирует через какое-то время Была проведена такая небольшая работа, где было проведено исследование дополнительных генетических нарушений, которые наблюдались у этих пациентов И оказалось, что, конечно, в подавляющем большинстве случаев те больные, которые не имели серьезных двигателей онкогенеза Именно двигатели онкогенеза Генетические нарушения там были, конечно, в большом количестве А это уже отдельная история Именно эти больные отвечали лучше всего Это исследование с определенными дефектами Не буду сейчас на них останавливаться Оно небольшое, весьма разнообразное сочетание препаратов Но общая тенденция именно такова Мы можем формально выделить группу пациентов Которых будет лучше отвечать на терапию таргетными препаратами То же самое касается признаков вторичной резистентности То есть мы можем определить по минимальным клонам Уже сейчас есть такие технологии Какие больные разовьют вторичную резистентность на применение таргетных препаратов Нужно ли нам это для классификации? С моей точки зрения, конечно, это нужно Но это классифицирует меланому на огромное количество подгрупп Получается, по сути, что каждая опухоль, она сугубо индивидуальна И насколько она подвержена классификации, сказать сложно Ну, мы все понимаем, что есть другие больные Без мутаций бюроф, конечно, и что вот с ними делать Не буду очень долго останавливаться на антипидиальтерапии Все мы прекрасно, опять-таки, наслышаны Но нам нужно тоже понимать, кто из этих больных ответит на терапию, а кто нет Ну, в первую очередь, конечно, ответят те, кто доживут до развития иммунологического эффекта Мы все помним, да, что плата на иммунологическую терапию развивается достаточно поздно Какие маркеры мы можем выделить в данной ситуации для того, чтобы понять, кто из больных будет отвечать? ПДЛ это экспрессия определенных генов Высокая мутационная нагрузка Определенные мутантные протеины Должны ли все эти факторы учитываться с классификации? Насчет классификации не знаю, но при разборе каждой опухоли они, очевидно, должны учитываться Тем более, думая о стоимости всех этих препаратов Значит, детекция ПДЛ История достаточно сложная На самом деле, неоднозначная, потому что ПДЛ экспрессируется, как вы все знаете При меланоме достаточно часто, особенно при кожной, конститутивно То есть в обязательном порядке, но далеко не вся меланома отвечает на лечение антипидель препаратами Почему? Потому что имеется, кроме того, иммунное окружение О котором сегодня уже говорилось Это не только CD8-позитивные клетки, которые нужны нам, так называемые киллеры Но это, например, CD4-позитивные супрессоры Которые очень характерны, например, для увиальной меланомы Почему она не отвечает на терапию пембролизумабом и т.д. и т.п. То есть ответ есть, но очень незначительный Именно потому, что там опухоль инфильтрации представлена, как правило, CD4-позитивными клетками И это, пожалуй, единственная опухоль, для которой иммунная инфильтрация является негативным фактором прогноза Что мы можем еще сделать? Определить так называемую интерфероновую сигнатуру, которая играет ведущую роль в активации иммунных клеток Была проведена одна работа, где разделили на две группы Так называемые иммунно-слабые и иммунно-сильные опухоли Что же получилось после того, как их пролечили? Оказалось, что действительно иммунно-сильные опухоли То есть те, которые имеют интерфероновую сигнатуру, они отвечают гораздо лучше Нужно нам это для классификации? Я считаю, что нужно для того, чтобы выделить именно ту самую группу больных, которую мы можем взять на новую иммунно-терапию Мутационная нагрузка, безусловно Но мы должны помнить только об одном Что мутационная нагрузка не есть знак равенства, а обязательно ответ на иммунно-терапию Потому что далеко не каждая мутация дает тот самый неоантиген, который будет целью для Т-клеток И вот эта задача очень сложна Ей занимается сейчас протеомика, метаболомика Но я думаю, что это будет скоро решено и тоже включено в классификацию Кроме этого, существует еще огромное количество вещей, о которых мы часто забываем Для того, чтобы иммунный ответ наконец реально осуществился Нужно огромное количество вспомогательных молекул Это и антигенные гистосовместимости, это и кофакторные молекулы Которые, кстати, тоже должны учитываться при исследовании каждой меланомы Поэтому на самом деле мы еще очень далеки от истины классификации меланомы И что называют классификации? Сейчас в эпоху персонализированного лечения, с моей точки зрения Сама по себе классификация, наверное, должна перейти на какой-то новый уровень Это должен быть определенный набор, достаточно сложный, возможно, довольно дорогое исследование Которое поможет нам именно для каждой опухоли выбрать оптимальный тип лечения И таким образом побочь каждому пациенту Спасибо за внимание Спасибо, Ирина Анатольевна Буквально один вопрос, уважаемые коллеги Один вопрос к Ирине Анатольевне Есть? Один? Да Кротый вопрос Истинная лифтитарная гистосовместрация выражена на волонт? Можем ли мы чувствуем ее рассматривать как критерии прошлого лета на гибридорфиде? Вообще классически нужно сделать в обязательном порядке исследование Что это за представление гистосовместрации? Чем она представлена? Есть эти так называемые регуляторные клетки Которые, кстати, тоже могут экспрессировать в идее То CD4+, то рассчитывать на какой-то успех иммунотерапии, наверное, не стоит То есть вы считаете, что моркометрия, она недостаточно, чтобы подтверждать иммунотерапию? Я считаю, да Я считаю, да Я считаю, да Спасибо, Ирина Анатольевна Спасибо большое за интересный доклад Следующий докладчик Алексей Викторович Новик, Санкт-Петербург Он расскажет взгляд клинициста на классификацию молекулярно-генетической Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, спасибо большое за представление такой темы Но это, наверное, достаточно тяжелая тема после предшествующего блестящего доклада Но, тем не менее, я постараюсь сказать С точки зрения клинициста Любая классификация основывается на каких-то тестах или группе тестов И нас интересуют эти тесты лишь в двух аспектах Либо это прогностический фактор, то есть это фактор, который отражает течение заболеваний Говорит нам, лечить этого больного или не лечить Как быстро мы должны лечить, как агрессивно мы должны лечить И второй, это предиктивный фактор Который говорит, как конкретное лечение будет воздействовать на этого больного И если брать примеры, то классическим прогностическим тестом является уровень ЛДГ Мы всегда знаем при меланоме, что чем выше уровень ЛДГ, тем хуже работает львое лечение И брав мутацию, как ни странно, показывает как пример чуть ли не идеального предиктивного фактора Хотя на самом деле это не совсем, наверное, так Итак, что мы имеем на сегодняшний день для классификации Мы имеем ряд факторов с доказанной эффективностью, ряд факторов, которые изучаются Но, безусловно, с доказанной эффективностью это те факторы, на которые мы можем воздействовать Это брав мутация, цикит мутация Мы знаем, что PDL-экспрессия имеет значение Но на сегодняшний день назначать лечение в зависимости от PDL-экспрессии пока нет необходимости Очень много вопросов существует к этому фактору Поэтому я на нем много останавливаться не буду Это тема отдельная, наверное, конференция даже, а не просто доклада Безусловно, мы изучаем мутации других генов У нас есть профиль экспрессии генов, где изучаются мутации десятков, сотен, иногда тысяч генов Мы можем количественно изучать эти мутации То есть не просто есть мутация или нет, а сколько ее есть, в каком проценте клеток Мы можем изучать вообще циркулирующую опухолевую ДНК В плазме на сегодняшний день это очень удобный метод диагностики и лечения Но почему мы говорим в первую очередь про мутацию брав? Мы знаем, что мы можем назначить пациентам препараты У нас будет волшебный эффект, даже несмотря на то, что, возможно, это будет не в полной дозе И, возможно, это будет через два дня Эффект мы увидим сразу Причем эффект будет быстрый, мы увидим быстрое снижение симптомов Именно поэтому мы говорим о том, что на сегодняшний день случилась революция в лечении меланомы У нас есть эффективные способы лечения И это не только таргетная терапия, это еще и иммунотерапия Но как мутация брав влияет на эффективность терапии? Мы знаем, что есть ряд мутаций брав Самые изученные это В600Е и В600К Посмотрите, какая разница между мутациями Здесь общие выжимания все время до прогрессирования в первых исследованиях с веморфинибом При В600Е мутации и при В600К Намного больше размер эффекта при В600К мутации, потому что намного хуже прогноз при этой мутации Опять-таки комбинированная терапия, доприфиниб, траметиниб Есть разница и есть разница в относительном риске при различных мутациях И при В600Е эффект намного меньше, чем при В600К Что делать потом, когда проценты спрогрессируют? Нам уже остается изучать механизмы резистенции Увидеть, что этих механизмов много И более того, 41% вариантов мы не знаем, что реально пошло не так И почему перестали работать брак-ингибиторы И мы часто забываем, что Мы привыкли из презентации видеть вот эту линию РАФ, МЕК, РАФ, РАС, МЕК, ЭРК Возможный МТОР, Рецептор Но мы забываем, что между этими линиями Есть еще много других белков И фактически у каждой этой стрелочки стоит Целый каскад различных белков, который передает Это все происходит не в безвоздушном пространстве При непосредственном контакте, а в различных компартментах клетки И чтобы добраться до ядра, эти сигналы должны преодолеть большое расстояние Например, мутация ГНАК или ГНАК Мы знаем, что эта мутация активна в веальной меланоме Но она выше этого каскада находится И этот каскад здесь не работает почему-то Уже показывали этот слайд сегодня в предыдущем докладе Да, мутация БРАФ, МРАС, это лишь вершина айсберга, которая подлежит классификации Мы еще не понимаем, что делать с этим Но, тем не менее, ИНРАС-мутация сама по себе Она может быть таким же предиктивным фактором эффективности МЕК-ингибитом, например, в сочетании с дегоксином Мы видим достаточно хорошие результаты лечения Иммунологические профили Вроде бы речь идет о таргетной терапии БРАФ-мутированной меланомии Но эффект лечения определяется здесь Отсутствием ПДЛ-1-экспрессии Наличием опухолевой инфильтрации Иммунологические факторы, оказывается, влияют на эффективность таргетной терапии И здесь, в последнем исследовании 2017 года Была простроена классификация, где именно иммунологическая подпись Обеспечивала наилучшую выживаемость пациентов Получающих комбинированную терапию Биоморфинивом и кодметинивом Влияние на общую выживаемость Есть оно или нет? Это вопрос сложный, спорный И скорее да, чем нет Потому что, если мы посмотрим здесь Да, мутация НРАС является негативным прогностическим фактором Мутация БРАФ не влияет на прогнозы С исключением тех случаев, когда пациент получает или не получает БРАФ ингибитор Здесь, да, кривые расходятся И пациент, не получающий, скорее чувствует себя хуже, чем лучше Что касается влияния на ранние стадии меланомы Здесь тоже есть влияние Потому что пациенты с мутациями БРАФ и НРАС Они живут хуже и они умирают и прогрессируют в три раза чаще Примерно, чем пациенты при отсутствии этих мутаций Но только при меланомах, начиная со стадии 2b и выше Это первичная опухоль Химиотерапия по клитоксилам у больных Вроде бы химиотерапия не имеет отношения к мутациям Но тем не менее, в исследовании, которое было сделано под руководством 2.1 Было показано, что у пациентов после прогрессирования То есть у пациентов с наличием мутации БРАФ Терапия по клитоксилам и кровоплотинам более эффективна Есть лабораторные данные, подтверждающие Что препараты, направленные на микротрубочки Хорошо работают в культурах клеток пациентов Колоректального рака и меланомы У которых есть мутации в генах либо семейства РАС Либо семейства РАФ И мы пытаемся сейчас это в клинике подтвердить Влияние на иммунотерапию Результаты довольно-таки спорны Вот в этом исследовании не было показано Никакого влияния мутациям БРАФ На эффективность эпилеумаба Наши данные говорят об обратном Пациенты без мутации БРАФ Пациенты с мутацией БРАФ Да, это небольшая выборка пациентов Но тем не менее, это статистически значимые результаты И здесь же на слайде видно Значение вообще этой молекулярной классификации Нижняя кривая – это пациенты, которым не был определен статус мутации БРАФ Конечно, это, возможно, конфондинг какой-то здесь есть Какие-то дополнительные факторы Но тем не менее, это хороший модифатор для того, чтобы все-таки оценивать уровень этой экспрессии И делать молекулярную классификацию меланомы Влияние на эффективность следующего поколения иммуно-онкологических препаратов ПД-1 ингибиторов Смотрите, при отсутствии мутации БРАФ Нет необходимости делать комбинированную терапию При наличии этот аргумент более высомый Лучше работает комбинированная иммунотерапия, чем монотерапия ПД-1 ингибиторами Неоднозначный ответ в зависимости от мутации БРАФ Применением ингибиторов ПД-1 После терапии БРАФ ингибиторами У кого-то в каких-то исследованиях было показано Снижение риска прогрессирования каких-то эффектов не было достигнут Мутация в день раз Мутантный тип, оказывается, пациенты с мутацией раз Лучше отвечают на иммунотерапию по какой-то причине Чем пациенты без мутации раз И декорбозин Влияние педиэлиэкспрессии, точнее говоря Другой фактор Терапия декорбозина на педиэлиэкспрессии не влияет На применение антипеди терапии Она влияет, мы все знаем эти исследования Если мы расширим нашу панель, о чем мы уже говорили Мы можем посмотреть профиль экспрессии различного уровня генов Причем эти гены будут относиться либо к пролиферации Либо к клетчевому циклу Либо даже к иммунным профилям И мы можем выделить различные профили экспрессии генов Которые будут предсказывать нам эффективность терапии Но мы не знаем точно этот перечень на сегодняшний день К этому, безусловно, надо стремиться Но это, скорее всего, будущее Причем молекулярные подтипы такого характера Позволяют нам классифицировать не только меланому кожи При реальной меланоме, при которой, как мы знаем На сегодняшний день, нет больших подвижек В эффективности лекарственной терапии Мы на сегодняшний день можем выделить уже 4 подтипа С хорошим, промежуточным или плохим прогнозом И, возможно, мы научимся по отдельности лечить эти подтипы Проблема молекулярной классификации в том Что меланома – это поликлональная опухость Выраженная эволюция И здесь показаны случаи пациентов Которые прогрессировали, у которых в разных конах Наблюдается разный перечень мутаций Это и Кераса, и БРАФ, и МЕК И откуда мы взяли биопсию для определения прав мутаций Из этого очага или из этого мы не знаем На самом деле Мы не имеем возможности проверить их всех И этот процесс, он не статичен Он развивается во времени Нам приходится это учитывать Возможно, выходом из этого будет именно циркулирующая опухолевая линка Тот красивый случай, который был представлен в этом году на ЭСМО Где у пациента было выделено два, по сути, клона опухолевых клеток Два кластера мутаций И один клон очень хорошо отвечал на терапию Содержал мутацию цикита, хорошо отвечал на терапию иматинибом Другой клон очень хорошо отвечал на терапию по клетоксилам с карпоплотином А тот клон, который прогрессировал потом после терапии иматинибом Он уже не отвечал на эту терапию Вы видите, совершенно разные ответы различных клонов На разные методы лекарственного воздействия Мы это практически не учитываем на сегодняшний день в клинической практике Но, вероятно, это надо учитывать Если разделить уже по наличию циркулирующего кулевика, содержащего мутантный ген Например, мутантный ген БРАФ Как это было показано группой под руководством Джарджин и Лонг Мы можем видеть, что у пациентов, у которых нет циркулирующего пуплевого ДНК Намного лучше выживаемся в четырех исследованиях Каждым из которых у различных подгрупп пациентов изучалась комбинированная терапия брафиями и ингибиторами Таким образом, что с точки зрения молекулярного онколога С точки зрения клинициста может дать молекулярная классификация Это важный элемент планирования тактики лечения Мы, безусловно, ее должны учитывать Нам нужны такие классификации, которые будут хорошо Определять дальнейшую лечебную тактику и позволят нам улучшить результаты лечения Мы можем оценивать с помощью нее прогнозы и эффективность различной стратегии лечения Конечно, нам хотелось бы, чтобы мы это имели перед собой Первый раз, когда мы увидим пациента, чтобы можно было это спланировать заранее А не гадать, что будет потом после того или иного нашего действия Но в перспективе именно такие подходы, скорее всего, смогут быть использованы для оценки ответов на терапию И для своевременного планирования смены терапии у пациентов Когда мы заранее сможем на уже достигнутом ответе переключить на более эффективное лечение в данной конкретной ситуации Не дожидаясь прогрессирования и тем более клинически значимого прогрессирования Спасибо за внимание